Всем привет, мои дорогие подписчики. Знаете, кто был худшей исторической фигурой последних 500 лет? Нет, ни Гитлер, ни Папа Римский, ни Муссолини и даже не Сталин. Им был Александр II. Спросите почему? Я вам скажу. Именно он гнусный обманщик. Сказал, что в 1861 году он отменил крепостное право. И именно из-за его обмана крепостное право существует до сих пор. И именно из-за него мне придется работать и, возможно, вам с 4, 5, 6, 7 мая. Но сегодня разговор совершенно не об этом. Сегодня мы с вами прочитаем статейку на Хабре, которая идет вразрез со здравым смыслом любого человека из нашей эпохи, который не считает себя рептилией. Заголовок статьи звучит ужасно вызывающе. Как без устали кодить по 8 с лишним часов? Хорошо, допустим, тебе надо что-то накодить, и ты хочешь сделать это быстро. Сейчас мы про это и узнаем. Всю жизнь я писал код неправильно. Так, у нас тут первый признак уколдизма и синдром с аванзванцем. Отлично, борода, смотрите, подровненная, значит ходит в барбершоп, а значит, возможно, и занимается анальным сексом с мужчинами, чего мы не осуждаем. Я думал, что недостаточно просто сесть за стол, открыть ноутбук, выбрать задачу из моего ту-ду и кодить пока не устану. Объясните мне, пожалуйста, в чем проблема вашего языка? Почему вы не можете назвать его список задач? Почему надо вставлять псевдоумные слова из английского языка? Не список задач, а ту-ду-лист. Звучит, как будто ты делаешь что-то действительно важное, но ты же просто жалкий кодерок. Ты, небось, жессоны гоняешь из одного в другое и пытаешься что-то корчить из себя. На самом деле, такой стиль работы убивал мой уровень продуктивности спустя 2-3-4 часа написания кода. Я ощущал себя таким уставшим, что мне не хотелось ничего, кроме как других задач, требующих низких затрат энергии. Например, коды ревью. Коды ревью. Какое ублюдское слово. Я не думал, что мне будет так тяжело читать первый абзац, первые три абзаца. Но, тем не менее, давайте разбираться по порядку. 2-3-4 часа писать код подряд ты можешь только, мать его, в одном случае, если видишь программирование первый и второй год. Потом ты начинаешь не писать код, а думать головой, как его писать меньше, как его писать по-другому. И, в принципе, я не знаю... Продуктивность еще. Вот главное слово продуктивность. Почему-то в наш век все вот, открываешь инстаграм, историю успехов, все дрочат на какую-то продуктивность. Знаете, что еще продуктивно для человеческого мозга? Ничего не делать. Это я вам, как эксперт по нихрена не деланию, заявляю с максимальной ответственностью. Я ощущал себя таким уставшим, что мне не хотелось ничего, кроме других задач, требующих низких затрат энергии. Бедненький, бедненький программист. Спустя 2-3-4 часа он ощущает себя уставшим. Если ты любишь программирование, если ты находишься вот на этапе, когда все горит и звезды, ты можешь и по 20 часов к ряду херачить и не уставать от этого. А ты вот, бедненький, наверное, вот сидишь, нажимаешь на свои кнопочки и через себя это все делаешь, да? Уставший, требующих низких затрат, например, код-ревью. Но код-ревью, если кто не знает, это когда ты смотришь чужой код, вчитываешься в нее и оставляешь комменты в духе, ты там запятую не там поставил, перенеси стиль недостаточно гейский твоего программирования. То есть надо разбираться в чужом коде. Нормально код-ревью это более затратный процесс, чем просто говнокоженье, которым он занимается по 2-3 часа. Сейчас я могу писать код по 8 с лишним часов, не чувствуя себя после этого развалиной. Ты занимаешься умственной работой, почему ты развалиной себя должен чувствовать? Пока в сторону все вопросы. Давайте дальше. Что же изменилось? Мой подход к работе. После 62 книг по саморазвитию, десятков статей и исследований продуктивности, собственных проб и ошибок, я создал систему продуктивности, помогающую мне кодить, писать, создавать, жить по максимуму, без прокрастинации, усталости и тумана в голове. 62 книг по саморазвитию. Не 6, не 20. 62. Человек прочитал 62 книги только по саморазвитию. Вы понимаете, кто этот человек? Сколько ему мотивации надо для жизни? Я когда какую-нибудь статью случайно забредаю, вроде вот этого вот куска говна, у меня уже слезы течь, начинают кровавые от тупости вот таких людей. Тебе не 62 книги по саморазвитию надо прочитать, тебе бы ремня хорошую дыр, чтобы ты перестал быть идиотом. Он, наверное, платил за это деньги, он пошел. Либо купил бумажный вариант, чтобы их поставить дома на полочку, чтобы все его гости видели. Какие у него гости? У него такой партнер к нему половые приходит. Васян, он 6-й бригады, придет и вот шпокнет 3 раза в день, и хорошо, Васяну-то надо показывать на полке его книги. Или он покупает электронные версии за деньги? Знаете, кто покупает электронные версии книг за деньги? Тот, кому некуда девать деньги. Вот такие задроты, которые работают по 8 часов, еще по 12 часов читают книги по саморазвитию, денег хоть жопой жуй. Вкладывают их вот в курсы, в книги, вот это вот всякие менторы, психологи. Мне нужна книга про то, как перестать нервничать, читая всякие ублюдские высеры говноедов. Исследование продуктивности, понимаете, это вообще перевод? А, ну, хорошо, это перевод. Понадеемся, что в России таких долбов нету. Хотя я вот уверен, вот кто-то же это читает, ну нормально, на серьезных щах кто-то читает и такой, «Хочу быть как он, хочу прочитать все книги в мире по саморазвитию, хочу прочитать книгу про то, как читать книги по саморазвитию правильно». Собственно говоря, надеюсь, что это перевод с какого-нибудь типа там американского, французского, а не с украинского или казахского. «Жить по максимуму». «Жить по максимуму». Вот, понимаете, вот жизнь человека сконцентрирована на чтении книг по саморазвитию. Часто он нам расскажет, хорошо, как он, код по 8 часов писать, как он тут достиг. «Моя система продуктивности». То есть он мало того, что читает книги по саморазвитию, у него еще там какие-то системы строят. Когда какаешь, ты что читаешь? «Освежитель воздуха» или «Книги по саморазвитию»? Я вот «Книги по саморазвитию», сейчас я вам даже докажу. Вот, я тоже частично, как он, смотрите, «Совершенный код». «Хочу быть айтишником хорошим». И поэтому вот осталось немножко дочитать. Примерно одного, одной встречи с форсфорумом «Дружбаном» хватает на 2-4 страницы, но не более. Читать это говно невозможно. Я вам обзор сделал. Вот это вот вообще, даже не вдумайтесь, да это деньги тратить. «Книги по саморазвитию». Так, вижу слово «дип». Значит, все-таки, наверное, на клык он принимает. Шуточки, шуточки плохие, осужденные. Мне надо заострять внимание на том, что геи принимают на клык, и надо это осуждать или не осуждать? Я запутал в современном мире. Пишите в комментариях. У него три основных столпа. «График». Ну, давайте серьезно, вот, каждый хочет быть продуктивным из нас, из вас, я уверен. Давайте смотреть, как он составляет график. Все начинается с графика. Что и когда я буду делать? Мой график выглядит так. «Morning ritual». «Stretch two cups of water». Я знаю немножко буквы эти. Так, вот у него «deep work», «еда», «deep work», «workout» плюс «еда». Он только ест и работает. «Твиттер контакт». А, в «Твиттере еще». А остальное время что ты делаешь? Я надеюсь, что ты там бухаешь, что-нибудь делаешь, там, воруешь в магазинах, бомжей оскорбляешь. Ну, что-нибудь нормальное такое, чем обычные люди занимаются. Я использую белую доску, чтобы постоянно напоминать себе, что я должен делать в данный момент. Почему? Ты долб***ь, тебя забанили на бумажной фабрике? Напиши это на листе бумаги. Белую доску надо использовать, когда у тебя там миллион пометок всяких, какую-нибудь схему нарисовать, обдумать кому-нибудь рассказать. Петух. Еще, походу, в подъезде, вот, судя по отражению, вот эта круглая лампа у меня в подъезде такие стоят. Наверное, в подъезде живет. Это что, это какой-нибудь американец, у него же там это, культ работы, или японец. Но он всегда игнорировал создание графика. Хорошо. «Я знаю, что и когда я должен делать», — говорил я себе. «Но на самом деле я постоянно забывал выполнить мои повседневные дела или делал их слишком много. Даже с привычкой их выполнять. Бедненький ты наш, слишком много он полы или унитаза помыл. И помыл две тарелки вместо одной, которой мытье посуды в графике не устояло. Это все додумки. Напоминаю, что мы в интернете, тут вас могут послать и оскорбить. Например, когда я просыпался в 7 утра, то знал, что у меня перед работой есть один свободный час. В этот час я хотел находить время для утреннего ритуала. Какое мерзкое слово. Утренний ритуал. Утренний ритуал. Жертвоприношение, что ли, у тебя с утра или что? Или там молишься, намаз исполни. Я не знаю. Это еда, растяжка, душ, дыхательные упражнения. Зачем тебе дыхательные упражнения? Зачем вообще кому-то могут понадобиться дыхательные упражнения? Я однажды вот такого же говна начитался. Захотел, думаю, дай йогу попробуй, ляг на кровать, подумай. Думаю, среди рабочего дня пишут себе, можно просто полежать 10 минут, отвлечься. И все станет другим. Проснулся через 3 часа, короче. Дорабатывать потом пришлось. Читать по 30 минут. Почему по 30 минут? Ну вот зачем? Зачем себя ограничивать-то? Хочешь читать свое говно по саморазвитию? Читай по 10 минут. Читай его по... Я не знаю. Люди, которые живут по четкому графику, у меня всегда вызывают вопросы. Потому что они сами себя загоняют в какие-то жесткие рабские условия. Ну, становятся машиной по собственному выбору. Очень часто я мог завтракать целый час, забывая оставлять время на чтение. Даже если я помнил, что каждое утро нужно читать по 30 минут. Я пересердцывал с одним действием и отнимал время у другого. Ну, типа целый час жрать? А что ты там жрешь-то? Часа достаточно, чтобы сходить в поле, нарвать колосков, намолоть хлеб, убить курицу, сварить бульон и нарубить себе из этого хлеба бутербродов с куриным... Как можно жрать час? Или ты там какой-нибудь веган-долбанный салат целый час жрешь? Не знаю. Нужно. Видите, вот нужно. У них нужно. У них вот все нужно. Надо читать, надо книги по саморазвитию. Надо работать по 8 часов в день. Это не люди, это овощи. Надеюсь, что ты вегетарианец. Ну, точнее, наверное, ты стал вегетарианцем. А потом, ведь мы же то, что мы едим, ты ел много овощей, я сам стал овощем. И вот теперь у тебя нужно читать. Также я заметил, что без графика много времени уходит на выбор того, что нужно делать дальше. Я мог закончить тренировку после полудня, принять душ, сесть за стол, открыть ноутбук и потом в течение 10 минут решать, какую задачу. Человек 10 минут тратит на то, чтобы принять решение, какую задачу сделать. 10 минут. Он задумался об изменении своей жизни после того, как понял, что тратит 10 минут в день на обдумывание того, что будет делать раньше. Понимаете? А, вот, ладно. Если посчитать, сколько раз в день я принимал днищики, то целый час. Целый час он думал, какую задачу делать раньше. Целая куча времени. Скажите, вот, мне просто интересно, вот у людей вокруг не хватает времени, все хотят быть продуктивными. На что они тратят это время? Чем таким важным занимается вот каждый из этих людей, у которых постоянно не хватает времени? У меня вот эта вот проблема уже очень долго сидит в голове. Ладно, там, мой крок общения, я их понимаю, я овощи что-то, и им проще сказать, у меня нет времени, чем со мной тусоваться. Потому что я и нажраться могу, и что-нибудь ограбить, и в купели в тухло искупаться у всех на глазах у каких-нибудь жителей, там, богохульства и всякие. Но вот другие люди, которые там, у меня не хватает времени, время, время, надо много, на чего они его тратят? Вот если бы каждый из этих педерастов тратил бы его на что-то полезное для человечества, мы бы сейчас вот жили вот все в ресурсоориентированной экономике, в вселенной Жака Фреско, на Марсе, на Луне, на Венере, и вообще никуда бы не дули. Вы занимаетесь тупой хернёй за дня, ну, не вы, не вы конкретно, вы мои подписчики, вы самые умные люди вообще в интернете, но вот эти вот люди, у которых постоянно не хватает времени, которые делают вид, что они заняты, они занимаются какой-то тупой хернёй. Если ты программист, то вот я тебе сразу, вот 99% что ты занимаешься какой-то тупой хернёй, пишешь же соны, какие-нибудь там банковские приложения, какие-нибудь сратые приложения, типа мобильных игр для высасывания денег, ты не делаешь ничего полезного, ты бесполезен для общества, ты просто не должен существовать. Кроме того, в процессе выбора того, что следует делать, дальше на моих плечах сидели ангел и демон. И что же они делали-то? Ангел, наверное, говорил, возьми таску по код-ревью, а демон говорил, нет, нет, удали скобочку в же соне, удали. Помогая мне решить, какую задачу нужно ли работать над существенными для меня вещами, или выполнить какую-то более лёгкую работу, а то и сделать перерыв для отдыха. Без графика мне часто приходила сила воли заставлять себя делать нужные вещи. Запомните, лень это очень важная штука, это эволюционный механизм, который даёт вам понять, что вы занимаетесь какой-то хернёй. Если вы себя постоянно заставляете что-то делать, значит с вашей жизнью что-то не так. Цитата, гуардиан, охранник какой-то пишет. Если вы тратите ресурсы на решение о том, когда или где работать, то мешайте своей способности выполнять, что похорону охраннику виднее. Так, в общем, когда создал график, эти проблемы исчезли. Всё, теперь у нас свинка, даже не свинка, свиньи всё-таки существа благородные. У нас барашек тут, у которого есть график, вот у него тут выгул, потом откормыш, потом еда, потом ещё надо, стрижка, хренишка, всё, график у него есть. Хорошо, будем рады за него. Мне не жалко, у меня эмоции хоть отбавляй, я человек эмоциональный. Я всегда, он теперь знает, что нужно делать дальше. Вот без графика человек, как жил-то я вообще офигею. У меня, знаете, тоже график есть, вот сейчас вам видосик запишу, потом, что у меня по расписанию-то, по расписанию, потом, потом, потом буду делать нихрена. Мне не нужно использовать силу воли, чтобы заставлять себя делать необходимые вещи. Почему? А, он, график стоит его принять решение на автопилот. Ну, всё, график сделал, обезьянка там в 9 утра с туристами, в 12 утра кушает, всё хорошо. У обезьянки есть график. Если вы хотите создать график для себя, то рекомендую использовать для этого Google Календарь, чтобы можно было легко изменить или обмениваться своему крылью. Используйте Google Календарь. Классно, спасибо. 62 книги по продуктивности даром не прошли. Я благодарен тебе. Я заведу себе Google Календарь и буду обмениваться своим расписанием с друзьями, которых у меня не будет, ведь я читал книги по саморазвитию всю свою жизнь. Петух. Если график помогает мне решить, что и когда я должен делать, то список To Do помогает решить, что конкретно мне делать. А, это что делать? Дальше. Я могу провести идеально спланированный день, но не сделать того, что существенно для меня. Что же для тебя существенно-то, петушара? Например, когда я открываю свой график и вижу блок DeepWalk. С 8 до 9.30 я могу заняться глубокой работой, если вы понимаете, о чем я. Это не гарантирует, что я буду заниматься важными вещами, а не просто какой-то работой. Короче, у него там работа делится на DeepWalk и на какую-то обычную работу. Я не знаю, что это такое, я никогда не работал по-настоящему. Ну, в смысле, прям работал, конечно, но не так, чтобы разделять работу на глубокую и неглубокую. Есть там говеные задачи, в которые погружаешься полностью. Есть отстойные задачи, которые раз-раз с жопой сел на клавиатуру и все, дела порешал. Наш мозг всегда пытается тратить меньше энергии и сделать все, чтобы убедить нас в не тратить энергию. Нет, дурачок, долбоящер ты, рептилия ты долбаная, нет. Твой мозг пытается тратить меньше энергии на то, что тебе нужно меньше всего. Попробуй выйти ночью в лес с волками. Знаешь, как у тебя мозг будет работать, когда они будут по кустам шнырять? Пытаться их увидеть, дзенки твои фокусировать. Если мозг... Вообще, твоему мозгу очень много лет ему болт класть на то, что тебе же соны надо писать, на то, что у тебя семья, дети, ипотека, это все для него суррогат. Он такой, что за херня, чувак? Ты какое-то дерьмо делаешь. Пойдем лучше еду добудем или с кем-нибудь совокупимся. А, прости, ты же айтишник, ты же это, тузанчики любишь. Не, давай не будем совокупляться, а то нам будет снизу чуть-чуть больно и потом приедем. Нет, просто пойдем поищем еду. Мозг, он нормально работает, это хороший механизм, не надо пытаться его ломать. Но только если, конечно, у вас нет наркотических зависимостей. Но он как бы вот пытается... Наш мозг... Нет, твой, мой не пытается, мой делает это. Я слушаю свой мозг, когда мне что-то впадило делать, я перестаю это делать. Именно здесь оказывается полезный список. Ту-ду. Ну как же. Миллионы лет эволюции развивали твой мозг, чтобы ты мог выполнять только важные для себя задачи. Но какой-то американский чувак все это перечеркивает весь прогресс списком. Ту-ду. Не список задач, вот переводчик. Ты вот мудак, что ли? Список задач напиши. Ту-ду лист. Или это гугл-переводчик. Прости меня, если это гугл-переводчик. Ютуб, продвинь меня, не обижай. Он гарантирует, что я буду заниматься существенными делами большую часть времени. Мой список туду прост. И для его создания я использую обычный бумажный блокнот и Notion в качестве цифровой копии. Я использую Notion для всего. Так, что за Notion? Ну хоть кто-то использует обычный бумажный блокнот. Так, что это за говно? Это список туду. Но в телефоне со встроенной рекламой Raid Shadow Legends это... Да... Ой, я спалил свой... Что это за параша? Roadmap, смотри, таскать можно. Не используйте это говно. Если вам надо организовать как-то свой процесс, вам ничего не нужно больше листа бумаги. Можете вот доску белую купить. Как у меня на доске висит, я вот на неё смотрю и знаю. Вот сколько раз я гиру поднимаю, что мне надо дома поправить и какие... И что там вещи сделать и всякие прикольные идеи. Больше вам не нужно ни хрена. Ни одно приложение не будет работать так, как организация задач у вас в голове работает. То есть, типа, у вас они по одному организованы, а в приложении будут по-другому. Если то, что у вас в голове не сходится с приложением, а вы будете пытаться этим приложением пользоваться, вот как это петух говорит, пользуйся, не петух, осуждаю, пользуйся Notions. В общем, если модель ваша с приложением расходится и вы будете пытаться заставлять, вот знаешь, что вот прям вот этот вот продуктивный паренёк его использует, я его буду использовать, буду продуктивнее, буду лучше. Слушай, это говно, это вот садомия. Сядьте просто лучше на литровую стеклянную банку и от этого будет больше пользы и меньше боли, чем вот потуги вот этого человека помочь вам. Ну, хорошо, он знает, что такое бумага, окей. Может быть, ты ещё напишешь, как нам намекнёшь, что ты не веган, любитель кофе, не фронт-энд-разработчик. Так, бэклог, тут всё замазано, конечно, потому что там, ну, тут вот, туту подолбиться в жопу, принимать галлюциногенные грибы и в бэклоге там чё-нибудь, типа, написать статью, какой крутой, посетить хакатон, посетить онлайн-конференцию, посетить митт. Ну, в общем, как они, ну, стыдно людям просто вот, как бы это сказать-то. Я заметил за собой, что айтишникам стыдно говорить то, чем они занимаются, потому что получаем мы до хрена денег, но занимаемся всякой хернёй. И вот именно поэтому человек, наверное, бэклог свой замазал, что ему по 8 часов там надо заниматься не чем-то крутым, а, ну, я не знаю, там, подключить XML. Парсер в жессонном. Сложно. Да, справится ли с этим обезьяна? Да, более чем. Как он начинает свой следующий список, свой список туду на следующий день, я начинаю создать вечером. Почему? Сейчас расскажу почему. Когда ты планируешь свой день утром, ты думаешь о каждой задаче, которую нужно выполнить сегодня. Это хорошо, когда задача понятна и проста, а ты знаешь, что делать. Например, проверить код после последнего коммита Ивана. Эй, Иван! Стукни, х**, моб, диван! Но когда ты не знаешь, что конкретно нужно сделать, то на разбор тебе потребуется время. Например, когда тебе нужно написать статью, ты не знаешь, о чём. Потребуется время исследования своих идей и подборка своих тем. А как насчёт декомпозиции? А про это ты не почитал в 62 книжках? Если перед тобой есть задача, например, написать статью. Ну так ты и выпиши. Что нужно, чтобы написать статью? Корпускулируй это! Корпускулируй и постулируй! Чё надо, чтобы написать? Смотри, вот, постой пример. Надо написать... Например, вот я отрёкся, перестал быть натуралом, зарегистрировался на Хабре, решил прям, ну, по полной в тузан долбиться, решил написать статью. Просто любую статью, чтобы про меня узнать. Всем хочу рассказать. Чё? Надо, чтобы написать статью. О чём писать? Первая задача. Придумать заголовок, вторая задача. Накидать структуру, третья задача. Накидать вот эту весёлую картинку с выбритым очкариком, четвёртая задача. Там и уже по темам разбивать и писать. В чём проблема? Что с тобой не так, мудак? Ты не знаешь, как работает мир, или у тебя мозг неинженерный? Инженер видит задачу, начинает её делить, а у тебя там... Потребуется временное исследование своих идей. У него временное исследование идей потребуется. Что такое исследование, мать его, твоих идей? Если тебе надо решить задачу, «Бери, декомпозируй и решай». Возможно, я придираюсь, да, но вот эти вот петухи, которые молодым пацанам забивают голову про то, что войти сложно, надо быть продуктивным, надо качать софт-хиллы... Это портит генофонд. Запомните, каждый второй фронтенд-программист – гомосексуалист. Каждый третий бэкэнд-программист – гомосексуалист. По исследованиям британских учёных. По личным моим ощущениям, так каждый первый. Я знаю, о чём я... 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 Это... Я... Я... Я женат. У меня есть ребёнок. Почти два. Кроме того, что на исследование таких задач потребуется время, существует вероятность, что вы пойдёте в ловушку своего мыслительного процесса. Когда вы начинаете представлять результаты, подробности процесса и другие, связанные с этой задачей на 10-15... Что за дерьмо? Про что он пишет? Почему я никогда с этим сталкивался? На процесс создания списка Туду тратится ваше продуктивное утреннее время, ваши когнитивные ресурсы. А на что ты ещё тратишь когнитивные ресурсы утром? На перекладывание жессонов? На подключение к базе данных? На селект? Куда ты деваешь эти когнитивные ресурсы? Именно поэтому я создаю список Туду на завтра, а не утром на сегодня. Вот из таких вот Иванов про себя говорить не буду. Мне уже по хрену. Я весь цимис познал всю изюминку. А у людей, которые входят в IT, может возникнуть жёсткий синдром самозванца. Я в это говно не верю. Те, кто говорят, что у них синдром самозванца, просто, ну, петухи. Кто вот кому посчастливилось, не иметь дело с IT, я расскажу. Синдром самозванца это... У меня очков-то нет, чтобы у меня выглядеть. Синдром самозванца это состояние, при котором ты чувствуешь, что ты попал в своё дело совершенно случайно. Ты думаешь, что тебя вот-вот раскроют, что то, чем ты занимаешься, можешь делать любой, что люди вокруг поймут, что ты совершенно некомпетентен в своей области и будут тебя за это осуждать. Из-за таких, как автор этой статьи о молодых ребят может развиваться синдром самозванца. Я, как айтишник со стажем, скажу вам, что за 6 лет разработки платной за деньги и за 10 лет разработки не за деньги мне ни разу в жизни не понадобилось создавать список задач на завтра. Ни разу. Также не обязательно обладать софт-скилами, не обязательно знать все технологии, до которых вы можете идти. Совершенно неважно проходить. Онлайн-курсы они не нужны. Запомните, онлайн-курсы это рак на теле общества. Не нужно участвовать ни в каких хакатонах, не ездить ни на какие мероприятия. Это всё вам не нужно. Чтобы быть программистом, инженером, всё, что вам нужно, это созидание. Вам нужно гореть желанием сотворить что-либо, и изменить этот мир. И что самое главное, желание поднимать на этом бабло. Извините, очки моей жены. У меня зрение нормальное. Ставь лайк, если сковородия лучше в очках. Это я к тому, что вокруг программирования вот просто на хабр зайдите и почитайте, что там пишут. Надо то, надо это, надо уметь проходить собеседование, надо уметь это. Нет. Чтобы стать программистом, надо создавать, надо гореть созиданием, и надо уметь созидать. Используя, ну, в случае программиста, программный код. Человек, мужчина, прежде всего, должен нести в мир своё желание. Свою, как это, наряду с генофондом, он должен оставлять какой-то след за собой на этой планете. То есть, не просто родиться и умереть, а остаться у кого-то в памяти, сотворить что-либо. И вот надо ловить вот это вот желание, вот это созидательное зёрнышко, и развивать. Программирование – это отличный способ, ну, как бы, кормить вот этого червячка здорового, который хочется сдавать. Создавайте всё, что угодно, оттачивайте свои навыки на задачах, которые вы сами себе придумали, которые вы выполняете по своей воле. Будет вам счастье, будут вас брать на работу, и за 200, и за 300, и за 400 тысяч, если вы... Если вы просто будете жить этим, использовать программирование как инструмент, а если вы думаете, что можно пройти курсы и пойти, ну, хорошо думать и так же, но вы петух. Созидание важно. Созидание Life Matter. Система 69. Ну, это, наверное, как раз про Тузан. Когда я начал писать код, я делал это так. Во! Вот, он всё-таки умеет, беру свои слова назад, чувак-инженер, он умеет корпускалировать и дуалировать. Как же он писал код? Сейчас посмотрим. Открывал ноутбук. Хорошо, а ты по сайт сходил? Ну, просто когда пишешь долго код, то можно типа, ну, забыть поссать, обоссаться, обосраться. Ладно, неважно. Открывал редактор кода. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Хорошо. Уже ришка пошла. Что же дальше? Выбирал задачу. Ух! Кодил, пока не ощущал усталость. Делал перерыв. Тратил время на соцсети. Кажется, это нормальный режим Да Кодил, пока не ощущал усталость Что за херня? Как можно ощущать усталость, когда кодишь? Можно ощущать усталость, когда играешь в карты? Если программирование у тебя вызывает Какие-то Типа тебе сложно и больно И ты вот устаешь так, что Хочешь поскорее отдохнуть Ты либо только начинаешь, и это надо перебороть Либо ты тупой И тебе это не нравится Потому что если это делать много То ты будешь это делать Ну, непринужденно Делал перерыв, тратил время на соцсети Бедненький, ты вот написал Аж потратил на соцсети Соцсети, цифровой деток Соцсети убивают мою продуктивность Петух ты Кажется, это нормальный режим? Да Потом я прочитал о поморода Пе-пе-пе-пе-пе 25, ну, я пробовал Честно говорю, когда я угорал По всякой херне, типа продуктивности Я пробовал 45 минут, 5 минут Это прикольно Первый раз На следующий вечер Это такая тупая херня Если ты хочешь что-то сделать Ну, реально, вот что-то такое тупое Например, у меня идея Все еще написать 3D-движок на Rusty Самое сложное Начать Вот когда ты сел Открыл перед собой Редактор Редактор кода Ноутбук открыл Открыл редактор кода Туда хоп Нырнул Мысль пошла И все Пока ты в потоке летаешь Ты можешь уже там Очень долго этим заниматься А тут Поморода Помодора Пома Это про то, что ты Сколько ты минут кодишь И потом Жестко отдыхаешь Прям вот Ой Заставляешь себя Геройски отдыхать Залупа Попробуйте Кому интересно Она сработала Оказалась она Такой замечательный Ну да Хоть он тут Как я представлял Я определенно стал Более продуктивным Но только на еще один час И выяснил Что 25 минут Натровалы работы Слишком короткие на меня На переход Состояние потока Даже статья на Википедии Ссылочка Чтобы мы все знали Что такое Состояние потока Состояние потока Это не только Про программистов Скажу я вам Мне кажется У любой профессии Есть состояние потока Типа когда ты делаешь И вообще болтаю Класть на все Ему надо 5-10 минут Поэтому При таких Я не могу заниматься Глубокой работой Что за глубокая работа Ты едешь и посадишь Это что Когда ты вместо стула На бутылку садишься Что ли работаешь Он пошел дальше Я нашел правило 52-17 52 минут работы 17 минут перерыва Похоже на технику Помодора Помодора Я протестировал Она мне подошла Больше Я мог продуктивно Работать Еще на 2 часа Больше Ой бедненький Ты продуктивный После этого Рабочего дня Ощущал себя развальный Может у тебя рак Не остановился Он не остановился Он пошел дальше Стал глубоко Исследовать Продуктивность И мотивацию Узнал об эффективных Перерывах Так что такое Сейчас мы с вами Узнаем об эффективных Перерывах И будем Эффективно Это Перерываться Правильно Когда большинство людей Слышит слово Перерыв То в голову Первым делом приходит Делать что угодно Кроме работы Например Поскролить ленту Инстаграм Поболтать с друзьями Или посмотреть Ютуб Ну Канал Сковорода 14 Мой На который вы конечно же Подписались сейчас Строго говоря Это все перерывы Но Неэффективные Неэффективный Перерыв Ты должен просыпаться С мыслью Чтобы быть эффективным Каждый день Игорь Войтенко У тебя кажется Есть Приемники Основным признаком Эффективного перерыва Является то Что он дает вам энергию А не забирает ее Пример моих Эффективных перерыв Растяжка Питье воды Ну вот это знаете Вода которую попил И прям Энергия вообще Через край Пивка бахнуть можно Кружечка пивка Она вообще Среди рабочего дня Только в плюс идет Шучу Не надо пить Когда пишешь код Зарядка Прогулка Без наушников Почему без наушников А? Что не так с тобой Дыхательное упражнение Квадратное дыхание Бокс Брэйфим Методом Вима Хофф Какая-то петуха Вот я вам честно говорю Если вы хотите быть Программистом хорошим Вот эта вот петушня Вам вообще не нужна Вообще совершенно Просто умея писать код И получать за это деньги Все Это программист После того, как я узнал Об эффективных перерывах Мой рабочий день Стал практически идеальным 52 минуты работы Часто 45 минут состоим 17 минут Эффективный перерыв Да еще у меня энергия Вот говорят, что спорт Дает энергию, да? Чтобы стать настоящей Фитоняшкой Я старался Некоторое время назад Заниматься каждый день И вот я вам что скажу Спорт не повышает Ни настроение Ни энергию Если у вас был дерьмовый день И вы проснулись уставшими После спортивных нагрузок У вас будет Дерьмовый день Вы будете уставшими И еще уставшими физически Потому что спорт Он Чуть-чуть эндорфин У вас прыгнут наверх После того, как вы покачаетесь А потом опять В яму еще глубже пойдет Спорт Как он тут пишет Растяжка не помогает Питье воды Как питье воды Может дать энергию Скажите Питье воды Вот если с сахаром вода Да, калории, энергия Зарядка Что за зарядка В жопу себе вставляешь Ладно А, наверное Когда прыгаешь Бегаю Это же какая-то тупая херня Но не дает физически упражнения Никакой этой энергии Так, он пошел еще дальше Хорошо Наш герой пошел еще дальше. Он, как настоящий воин, не захотел останавливаться на месте. Пойдем. Я был одержим идеей сделать каждый час моей работы наиболее продуктивным. Сейчас он на земле. Вы поняли? Вот вы сейчас занимаетесь чем-то продуктивным, но его час. Самый продуктивный час на земле. Я в рот хочу с мылом помыть после чтения этого слуха. Мне кажется, я этого добился. В состоянии потока мне мешали находиться отвлекающие факторы. Многие годы я не уделял им внимания. Всем этим уведомлениям в телефоне, шуму людей вокруг меня, сотням открытых вкладок и окон на ноутбуке. Всем этим отвлекающим факторам. Да, ты живешь в реальном мире, чувак. Камон, на телефон прилетают уведомления. На ютубчике выходят интересные видосы вроде этого. И поверьте, наверное, сковороду посмотреть интереснее, чем же сон написать. Я тебя понимаю, не осуждаю. Я установил таймер на 52 минуты, начал работать, входил в состояние потока. Потом БАМ! Появлялось новое уведомление. Я такой, что там? Состояние потока пропадало. Средоточенность пропадала. Продуктивность пропадала. Мир омрачился темными красками. Вся вселенная погрузилась во тьму. И моя продуктивность пропала. Одно крошечное уведомление разрушало его продуктивность. Тысячи лет люди накапливали продуктивность. Чтобы он мог писать же соны. Но достаточно одного уведомления, чтобы все разрушить. Я никогда не обращал на это внимания. Пока не погрузился в тему личностного развития. Он мало того, что книги по саморазвитию, читает еще и книги по личностному развитию. И тут он нам говорит. Вот бы я занялся этим раньше, чтобы я был продуктивнее еще большее время. И мог бы доставлять радость своему начальнику, тратя больше жизни и больше своих сил на тупую, идиотскую, ничем не оправданную работу. Теперь, когда я работаю, то отключаю все уведомления. Прошу людей меня не беспокоить. Надеваю наушники, если я работаю в шумной среде. Закрываю все вкладки браузера, не относящиеся к задаче. И делаю все, чтобы избегать отвлекающих факторов в процессе рабочего дня. Вот это вот силово. Нам всем нужно немножко такой продуктивности, чтобы час каждого на земле был максимально продуктивным. Пока моя система кажется мне идеальной. Но можно ли пойти еще дальше? Можно пойти еще дальше? Может быть, ему надо отрезать руки и ноги, чтобы они не чесались и не мешали ему думать? Не отнимали столь ценную энергию от его мозга? Последний фрагмент пазла. Никакой многозадачности. Когда сегодня я слышу, что кто-то многозадачен, я улыбаюсь. Многозадачность не работает. Так, тут ссылочка. Наверное, надо пойти по ссылке и мы узнаем правду, которую от нас тысячелетиями скрывали. Вот этот вот заговор многозадачников. Здесь картинка с мозгом, телефоном. Она очень шакальная. И какой-то пацан хочет, чтобы я подписался, чтобы слать мне предложение увеличить член. Спасибо, чувак. Реклама и насмотрелся. Отсоси, петушок. Многозадачность не работает. Это миф. Так, еще. Хеллскли... Ну, американские сайты не будут там. Ой, Black Lives Matter. Ой, у меня перегрузка Black Lives Matter. Извините. Существует только одно исследование, показавшее, что 2,5% испытуемых может справиться с многозадачностью с той же эффективностью, что с выполнением одной задачи за раз. Так, посмотрим. Исследование. PDF. Ни хрена не понятно какая-то. Смотрите, график. Сразу видно, что инженер ставил эксперимент. Какой потрясный график у нас. Какая-то петушня ОСАГО. Зачем мне ОСАГО? У меня, блин... Машина есть, ОСАГО нет. Так, значит, 97,5% людей не способны быть многозадачными. Понимаете? Вы вообще даже можете не пытаться. Чешется нос, пока сидите на толчке? Бросьте это дело. Вы наверняка входите в 97,5% людей. Вы совершенно не многозадачные. Сидите на стуле одновременно, записываете видео? Нет. Забудьте, забудьте навсегда. Это все кошмарный сон. Это, ребят, не про нас. Мы сначала посрем, вытрем жопу, а потом уже почешем нос. Вот она. Однозадачность это наше все. Поэтому, когда я выбираю какую-нибудь задачу и начинаю выполнять, то сосредотачиваюсь только над ней. Одна задача за один раз. Не две. Не три. Может четыре? Нет, только одна. Это правило, которому я следую в свой рабочий день. Всегда. Кем ты работаешь? Тебе что, никто не дергает по работе за всякой херней, которая сломалась или что? Просто, если вы думаете, что в программе сидит пишет код, ну, просто вот открыл. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Кнопочками пишет код. Нет, это не так. Ты занимаешься каким-то тупым говном, потом приходит кто-нибудь и говорит, там вот то тупое говно поломалось, отставь пока свое тупое говно, займись этим тупым говном, иначе то тупое говно из-за этого тупого говна не работает, потому что это тупое говно здесь. Короче, кто-то обосрался. И вот так вот постоянно задача на задачу, а потом еще кто-нибудь приходит и говорит, что надо там пойти на какой-нибудь митинг, что-нибудь там поделать. И вообще все важное, все вокруг важное. Ты не продуктивный. Сложно, будучи программистом, ну, в компании. Если он один на себя пишет приложение, то вообще базар нет. То есть если же как бы ты работаешь на кого-то, и вас там больше одного человека на проекте, за что-то отвечают, это быт на куда. Так, у нас теперь есть система 69. Мы что-то вот дошли, похоже, до конца, но про долбление в пукан здесь ничего нет. Давайте склеим, посмотрим, что получится. 52 минуты работы. 17 эффективного устранения для кач-факторов. Задача великолепна. А почему 69? А, ой, какой он умный, потому что 52 плюс 17, 69. А мы с вами глупые. Сегодня я успешно использую эту систему, занимаясь созданием контента. Каждый день я пишу в свой блог. Создаю практический курс по JavaScript. Занимаюсь контентом для соцсетей. Пишу о том, как успешно пройти техническое собеседование, получить высокооплачиваемую работу, потому что по множеству других задач безусилий осталось. Вы понимаете? Когда я только начал это читать, я думал, ну, чувак пишет код, то есть делает что-то полезное. Как-то мир меняет. Но нет. Он пишет свой блог, понимаете, вот использует все. Практичный курс по JavaScript. Ну, больше в мире-то не существует курса по JavaScript, который может даже больная обезьяна освоить. Контент для соцсетей, который нахер никому не нужен, который все равно никто не читает. Пишет книгу о том, как успешно пройти техническое собеседование. Просто, если вы не понимаете, чтобы пройти техническое собеседование, надо понять, что от вас хотят в компании, прочитать всякое говно, но прийти на техническое собеседование, не сделать так, чтобы вас начали течь слюни, отвечать на вопрос того, кто у вас что-то спрашивает. Все. Может быть, в каких-то петушинах компаниях вам еще заставят задачи порешать. Типа того же Яндекс, там всякое говно, типа сколько там надо люков в автобус влезет. Почему люк круглый, почему не треугольный? Он пишет про эту книгу. Вот это полезно, вот вы мне объясните. Это достойно вообще человеческого существа-то. Такая вот залупа. Практичный курс по JavaScript. Чтобы освоить JavaScript, надо просто начать писать на JavaScript. Чтобы научиться дрочить, надо просто дрочить каждый день. Чтобы научиться писать на JavaScript, надо писать на JavaScript, а не проходить всякие практичные курсы. Забудьте вы про эти курсы. Перестаньте платить деньги вот таким вот уродам, цыганам, которые хотят вас убедить в том, что стать айтишником можно только через курсы. Пожалуйста. Если каждый из нас перестанет ходить вот к этим коучам, покупать книги про то, как пройти собеседование, перестанет проходить на этом всратом скиллбоксе, эти курсы по питону, блин, мать его, по сто тысяч, и все вот эти вот уроды, которые вот этим говном занимаются, потеряют работу, на одного сковороду в мире станет легче. Мы ставим этому персонажу один кожаный член, потому что у меня есть только один. Можно их наделать еще, наверное. Что я хотел сказать? Я должен был сказать это в самом начале, но я одену очки своей супруги, так я буду казаться умнее, вызывать у вас больше авторитета. Ты долбоеб. Я понимаю. А, ладно. Он написал, что все, что он делает, он делает исключительно для себя. То есть занимается всякой залупой человек. Курсы по джаваскрипту пишет. Книгу про то, как проходить собеседование. А можно мне пройти онлайн-курс, платный, разумеется, с тренингом про то, как правильно жопу вытирать? Можно? Кто-нибудь создаст такое? Я без проблем. Вот если кто-нибудь такое создаст, кинет мне ссылку, я прямо заплачу. До пяти тысяч. За трехдневный интенсив по вытиранию жопы я заплачу. Мне не жалко. Потому что, ну, это действительно нормально. Сейчас в интернетах идет жесткий вопрос между теми, кто подтирается сидя, и теми, кто подтирается стоя. Что я хочу сказать? Нормальный человек будет задаваться вопросом не как без усталости кодить по восемь лишних, с лишним часов в сутки, а как ничего не делать и получать за это деньги. Это нормальный, здоровый мозг и нормальный, здоровый позыв. Ну, естественно, если вы сидите на окладе, если же ваша заработная плата зависит напрямую от того, сколько вы задач делали, то да, здесь важно иметь кодить по восемь часов. Но я уверен, таких людей очень мало. Даже если, ну, если вам платят за время, которое вы кодите, или просто оклад, то если вы думаете о том, что надо бы кодить побольше, побыть эффективней, вы психически больны, вы воплощаете чужую мечту, вы зарабатываете деньги не себе. И вы стремитесь исполнить мечту, которая вам не принадлежит. Вы куколд. Но если вы приходите на свой часовой, восьмичасовый рабочий день и начинаете думать о том, как бы работать поменьше и получать те же деньги, вы здоровый психический, психологический человек. Деньги нам нужны, чтобы воплощать наши мечты. А если вы пытаетесь дать другому человеку деньги путем чтения таких статей, книг по саморазвитию, вы воплощаете чужую мечту, вы свое мужское эго не несете никуда. Понимаете? Подумайте над этим, пожалуйста. И в следующий раз, когда какой-то петух скажет, или если вы прочитаете в статье, что вы должны работать эффективно, что вы должны это, должны то, спросите у этого петуха, а на сколько больше ты мне будешь платить, если я буду это, это и то. Всегда договаривайтесь о деньгах. И по собственному желанию не делайте больше, чем от вас требуют. С вами был Сковорода. Мы увидимся на следующей неделе после потрясающего копа. Все, наверное. Всем пока. Не будьте куколдами, не будьте петухами, не читайте Хаббер, смотрите только качественный контент. Например, мой. Продолжение следует...